Всем привет! Это первое видео за очень длительное время. Мы делали большой, существенный перерыв. Сема кинул меня просто на произвол судьбы. И вообще он сказал, что это первое и последнее видео, которое мне помогает снимать. Поэтому, пожалуйста, поддержите лайком, напишите комментарий, если хотите еще видео. Я очень надеюсь, что этот канал все-таки оживет, и я буду делать для вас интересный контент на самые разнообразные темы. А сегодня я хочу с вами поделиться опытом эксплуатации вот такого мультипекаря. Это Redmond R&B M657-1S. В чем фишка этого мультипекаря? Это и вафельница, и гриль, и в нем можно готовить кучу разных блюд, в том числе и печенье, стейки, омлеты, запеканки. И к нему есть 40 вариантов разных сменных панелей, которые можно использовать. При этом у вас на кухне стоит только один девайс, и вы не тратите деньги на покупку нового отдельно гриля, отдельно бутербродницы, отдельно вафельницы, и еще при этом печете печенье в духовке. Поэтому это суперэкономия и места, и денег. Просто дело в том, что у нас четверо детей, и они любят вафли на завтрак, Сема просит печенье к чаю, в обед еще есть перекусы, всякие бутерброды. И, соответственно, захламлять кухню разными девайсами, я подумала, что не совсем рационально. Поэтому вот остановили свой выбор на нем. И, кстати, обязательно досмотрите это видео до конца, конечно же, как еще может быть по-другому. Я расскажу, как купить этот мультипекарь с классной скидкой. Одна из ключевых фишек этого девайса, это то, что он управляется со смартфона. Соответственно, я могу отслеживать время готовки блюда, включать, выключать, ставить на разогрев, не находясь рядом с девайсом, а находясь где-то в другом помещении, в квартире, но в рамках действия Bluetooth. Почему это для меня удобно? Потому что дети утром, днем, вечером, они постоянно бегают, отвлекают меня, кому-то что-то нужно, и я могу поставить еду в него и просто потом забыть. Такое было много раз с другими девайсами, поэтому для меня фишка управления со смартфона оказалась очень полезной. Вторая ключевая, очень важная фишка этого девайса, то, о чем я раньше говорила, это сменная панель. То есть я могу менять его функциональное назначение, соответственно, тому, что мне нужно приготовить в данный момент. То есть я тут могу сделать и запеканку, и сырники, есть панели для бутербродов, для кренделей, для печенья, разные-разные. У меня есть вот такая панель для мини-вафель, есть печенье рыбки, смотрите, какая крутая штука. Вот, печенье получается очень симпатичное. И классическая панель, я нашла с ним в комплекте, это для гриля. Итак, первое блюдо, которое я здесь приготовлю, это будут вафли, и это будут вафли ПП. Все же в курсе, да, там ПП, ЗОЖ, ну, в общем, фишки. Все это модно, круто и современно, вот. Но на самом деле это очень сильно облегчает мою задачу утром, когда дети собираются в школу. Эти вафли будут простыми, питательными, без сахара и очень легко готовятся. Для них нужно всего лишь один банан и две мерные чашки овсянки, которые быстро готовятся. Все это складываем в блендер, перемалываем, и можно делать вафельки. И пока мы это делаем, мы включим мультипекарь, чтобы он разогревался. Раньше я такие вафли готовила очень часто, но рецепт у меня где-то потерялся, и я решила найти такой же рецепт в интернете. Не верьте тому, что пишут в интернете. Я вам напишу рецепт, который у меня идеально получился, и никогда не экспериментируйте. Форму я немножко смазываю маслом, но этого можно не делать. Мне кажется, это добавляет аромат. Как же ж начать? Я рецепт модифицировала по ходу приготовления, потому что в процессе поняла, что просто ничего не получится, будет сухой ком. Я взяла две чашки овсянки, один банан, одно яйцо и миллилитров до ста воды. Пока вафли готовятся, я расскажу об одном недостатке. По окончанию работы звуковой сигнал издает только девайс, но не приложение. То есть, грубо говоря, если я уйду в другую комнату, мне телефон никак не напомнит, что у меня что-то готовится. Но сигнал настолько громкий, что, в принципе, я могу услышать его с другой комнаты. Я надеюсь, что разработчики исправят этот недостаток, но прошу обратить на это внимание. А теперь о преимуществах. Благодаря приложению я могу установить время готовки. Обычно в бутербродницах, в вафельницах нет возможности установить время. Нужно засекать время, следить за часами, а потом поставил, включил и забыл, с какой же минуты ты начал считать. То есть, отследить время довольно сложно. Здесь огромный плюс дает то, что можно установить на вафли одно время, на печенье другое, омлет. Чтобы вы не готовили, вы сами вручную устанавливайте, сколько ваше блюдо будет готовиться. Очень удобно, что в приложении есть рецепты, которые действительно рабочие. Это не просто рецепты, взятые из потолка, а действительно разработчики, я так думаю, что они все протестировали. Потому что все, что я пробовала готовить, действительно получается, действительно работает. Может быть, листой лавафли все-таки по их рецепту найти, а не экспериментировать с чем-то, что я нашла просто на ютюбе. В каждом рецепте есть список ингредиентов, есть пошаговая инструкция, как готовить. И в конце можно добавить в свои записи, например, какие-то пометки, что на что вы заменяете. Или, может, у вас какие-то есть коррективы, которые вы вносите в рецепт, согласно своим каким-то вкусовым предпочтениям. Они очень вкусно пахнут, прям бананчик просто на всю кухню аромат издает. Гляньте, какая красота! Хрустяще! Сейчас попробуем сервировать красивенько. По-моему, вафли получились просто идеальные. Они пахнут бананом, за счет него же они немножко сладковатые. И я сверху полила домашним малиново-смородиновым джемом. Что может быть более правильным и более здоровым, чем это? Мне кажется, это просто прекрасная альтернатива скучной овсянке. И очень быстро можно приготовить это утром из тех продуктов, которые, в принципе, чаще всего всегда есть дома. Еще хочу с вами поделиться одним вариантом вафель, который не будет сладким. Это шпинатные вафли с лососем. За основу беру овсянку, добавляю туда 3 яйца, горсть шпината и 100 мл воды. С мультипекарем действуем по тому же рецепту. Включаем, разогреваем, готовим. Продолжение следует... Смотрите, какие мега аппетитные вафли получились. Прямо это сочетание цветов зеленый, белый и красный. Мне их очень сейчас хочется съесть, но мне нужно закончить видео. Тем, кто удивляется, что я положила сметану и наверх рыбу, не переживайте, это будет просто неимоверно вкусно, поверьте мне. И не смущайтесь от того, что там соединяется овсянка, яйца и шпинат. Комбинация довольно странная, но на выходе получаются реально вкусные вафли. Третий рецепт, который я хочу сегодня попробовать и поделиться с вами, это запеканка. В оригинальном рецепте нужна панель под номером рэмп 16. Ну, у меня ее нет, но в принципе она такая же, только без вот этих ребристых деталек. Попробуем в этой спечь творожную запеканку. Рецепт я брала из приложения, поэтому никакой самодеятельности. Единственное, что поменяла, это изюм. У меня его никто не ест, и я заменила его на курагу. Рецепт я оставлю в описании, но на всякий случай скажу, что мне нужно 250 грамм творога, яйцо, немножко манки, муки, курага и сахар. В процессе приготовления особых премудростей нет. Просто все ингредиенты смешиваю в мисочке тщательно, чтобы не было комочков. Давайте будем честными. Готовим мы дома запеканку и месим тесто руками. Это только в видео используют ложки. Это можно делать лопаточкой, ложечкой, но руками удобней. Ну что ж, моя запеканка готова. Она готовилась всего лишь 10 минут. Это очень мало, потому что в духовке за такое время я запеканку не приготовлю. Так что это решение меня порадовало. Ну и попробую, если вы не против. Мне интересно, что получилось, потому что, в принципе, вариантов рецептов запеканок в интернете очень много. Они все разные по консистенции. Получилось очень вкусно. Она не совсем похожа на то, что в духовке. Мне кажется, она более поджаренная. Она лучше пропеклась. У нее нет вот этой вот жиденькой серединки, которая получается в запеканке, когда вы печете ее в духовке. Обычно, если я делаю запеканку, я жду, ну, хотя бы несколько часов, пока она остынет, до того, как ее резать. Это остыло очень быстро за счет своего размера и толщины, поэтому круто. Дальше я буду делать печенье. Казалось бы, какое еще печенье в мультипекаре без духовки? Ну, да, я тоже так подумала, но потом решила попробовать и очень осталась довольна, поэтому я считаю, что эта панель, это must-have, когда вы покупаете этот мультипекарь. Тесто я уже приготовила, потому что готовить песочное тесто, это довольно грязное дело, вот. Потому что вокруг куча муки, масла, жира, и я решила, что, в принципе, смешать все вместе вы сможете и без моего руководства, правда? Поэтому рецепт я обязательно оставлю в описании, его я нашла на YouTube-канале Redmond. Алгоритм действий с мультипекарем такой же, как и всегда. Мы его включаем, ждем, пока разогреется, закладываем продукты и включаем из приложения, отслеживая, сколько времени будет готовиться наше печенье. Единственное, два момента. Первое. Количество теста, которое мы закладываем в форму, ну, в принципе, первые разы сложно угадать. У меня и вытекало за пределы этой рыбки, и не хватало рыбки, чтобы она получилась полноценно. То есть она была без головы или без хвоста, такая побитая жизнью рыбка. Второй момент. Это время приготовления. И вы спросите, почему я не улыбалась? Да потому что Сема ушел работать, и я не могла нормально снимать. А теперь он стоит за камерой и пытается меня рассмешить. Так вот, время приготовления этого печенья, которое рекомендуется программой, оно слишком длинное. Поэтому я вручную поставила где-то 6-7 минут. Очень важно, когда вы снимаете панели, не вырывать их из мультипекаря, не выщелкивать их специально. Здесь сверху есть ползуночек. Его опускаете вниз, и панелька сама выщелкивается. Не нужно отламывать или вырывать с мясом, потому что даже вот наклеечка специальная, на которой написано, не защелкивайте панели. Мой мультипекарь греется, и в принципе у меня есть около 4 минут, чтобы сделать себе кофе, отдохнуть и перевести дух. Или пойти поговорить, что Сема, может он все-таки решит доснять это видео и помочь мне до конца, так как обещал сначала. Вот так получается, когда кладешь слишком много теста. Теперь попробую сделать рыбок нормальными. У меня это получалось несколько раз, просто нужно немножко больше постараться. Давайте попытку номер 2. Смотрите, какие они идеальные, ровные, красивые и вообще без единого кусочка теста, вытекшего за форму. Посмотрите, какие идеальные рыбки получились. Реально рыбка, у нее есть глазик, ротик, чешуя, хвостик. В общем, краешки я уже съела. Ча же продукту пропадать-то, а? Вот, но это печенье можно посыпать сахарной пудрой. В процессе выпекания можно положить туда начинку из вареной сгущенки, какого-нибудь варенья или шоколада. Тоже будет очень круто. Если вы сейчас в процессе выбора вафельницы, бутербродницы, гриля, я очень настоятельно рекомендую вам остановить свой выбор именно на этом мультипекаре, потому что он очень многозадачный, многофункциональный, но при этом занимает очень мало места. И к нему можно купить панели, в принципе, для приготовления любого блюда или выпечки. Управлять им можно со смартфона или даже удаленно. Об этом написано подробнее в инструкции к девайсу. А я оставлю в описании ссылку на него в интернет-магазине и промокод, благодаря которому вы сможете его купить с очень классной скидкой. На самом деле, я начинала снимать видео днем, а сейчас уже вечер и темно. Поэтому, пожалуйста, поставьте лайк, напишите комментарий и подпишитесь на канал. Увидимся в следующих видео. Пока-пока!